Всегда тишина Субтитры создавал DimaTorzok Как запускать воду, как заводить Все объяснил от начала до конца Я помню, мы с семьей приехали на речку Спустили ее на воду Залезли туда с семьей У нас еще друзья были И мы поплыли И вот почему-то очень скоро лодка перестала плыть Я вроде бы и газу давал больше Вроде бы двигатель работал на мощную Но она что-то стала неповоротливая и немарионированная И очень скоро мы начали замечать Что в воду, в лодку поступает вода Там было два дна И первое дно полностью затопилось И уже начало поступать на второе дно Мы, конечно же, спукались Развернули лодку Благо берег был близко Мы вернулись к причалу Снова затащили ее на прицеп И начали осматривать, что же случилось И когда мы осмотрели лодку Мы сразу заметили, в чем было дело А дело было в том, что я забыл Забыл одну маленькую вещь В лодках есть такое устройство Где самое низкое место лодки Есть маленькая пробочка Очень маленькая пробочка Один inch И она сделается для того, чтобы Когда лодку вытаскивают из речки Эту пробку откручивают И вся вода, которая могла попасть в лодку Она вытекает И вот перед тем, как опускать лодку на воду Эту надо пробку заставить на место А я забыл А я забыл И вот такая маленькая забывчивость Такая маленькая вещь Чуть не стоило нам оказаться в воде С утонувшей лодкой Братья и сестры Бог, отправляя нас в плавание по жизни Он тоже нам все объяснял Он дал нам книгу с инструкциями Как жить, как рождаться Как креститься, как умирать И нам важно, братья и сестры Нам важно все исполнить И ничего не забыть Потому что если мы исполним все Но забудем какую-то часть Пусть даже очень маленькую В нашей жизни может произойти кораблекрушение Кораблекрушение И сегодня, братья и сестры В это молитвенное служение В этот жаркий день Призывает всех нас в молитве Я бы хотел напомнить Об одном из таких повелений Которое нам Бог оставил Одно из вещей, которое мы, как христиане Должны делать в нашей жизни И друг другу напоминать это делать Я читаю 1 Тимофею 2 глава, 1-х 3 стиха Итак, прежде всего Прошу совершать молитвы Прошения, моления, благодарения За всех человеков За царей И за всех начальствующих Дабы нам проводить Жестиху безмятежную Во всяком благочестии и чистоте Ибо это хорошо И угодно спасителю нашему Богу Братья и сестры Я хотел бы призвать всех нас Всех нас К молитве К молитве За царей И за всех начальствующих Это одна из вещей Которые мы, как христиане Должны делать Мы должны молиться За начальников И вот сегодня Молясь О начальствующих Молясь за президента Молясь за губернатора Молясь за мэров Наших городов Я бы сегодня Хотел призвать нас Молиться в трех направлениях И сегодня я хотел бы Выделить три мысли Три мысли О чем мы будем молиться Первое, братья и сестры Я верю, что молясь Или прежде чем Помолиться за благословения Начальствующих За царей За правителей Я думаю, что Большинство из нас Нужно покаяться Нужно покаяться в том Что порою Мы виноваты в том Что мы Злословили этих людей Деяния 23 глава С первого стиха Читаю такие слова Павел, устребив Взвов взор на Синдрю Он сказал Мужи, братья Я всей доброй совестью Жил перед Богом до сего дня Первый священник Жанания Стоявший перед ним Приказал бить его по устам Тогда Павел сказал ему Бог будет бить тебя Стена подбеленная Ты сидишь, чтобы судить по закону И вопреки закону Велишь бить меня Предстоящие же сказали Первый священника Божия поносишь Павел сказал Я не знал, братья Что он первосвященник Ибо написано Начальствующего народа твоем Не за слов Павла приводят в суд Павел начинает свидетельствовать И то, что он самое первое сказал Первый священнику не понравилось И он тут же приказывает Наказать Павла Чтобы его били по устам И вот я не знаю Или Павел вспылил Или он разгневался И он обзывает этого человека Подбеленной стеной Я не знаю, что это значит Почему это было так оскорбительно Может быть он хотел сказать Что человек этот выглядел красиво На самом деле он такие нехорошие вещи делал Как может быть есть гнилые стены Которые белят, белят Но они на самом деле гнилые Может быть мы не совсем понимаем Что в этой культуре это значило Но он очень грубо так обозвал этого человека И вот те люди, которые стояли рядышком Его сразу же обличили Сказали, этот человек первое священник Как ты можешь на первое священника Такие вещи говорить И вот реакция Павла Он говорит, я не знал, что этот человек первое священник Другие люди говорят, что он имел в виду Что я не знал, что такой нехороший человек Может быть первое священник Но в любом случае он останавливается И он говорит, я поступил неправильно Потому что написано Начальствующего в народе твоем Не зла слов Братья и сестры Мне кажется, сейчас в нашем обществе Очень модно стало злословить начальство Ругаться на правителей Как-то критиковать всех, кто там находится в Белом доме В Конгрессе, в мэрии и тому подобное Это просто модно стало Это делают все, кому не лени И мне кажется, современное общество Мне напоминает футбол, братья и сестры Футбол Я не был в таком профессиональном футболе Но очень хорошо представляю, что там происходит Я думаю, вы тоже знаете, что когда на поле Выходит 11 человек с одной стороны 11 человек с другой стороны И на сидениях сидят сотни, иногда тысячи болельщиков Одни болеют за одну команду Другие болеют за другую команду И вот случается очень смешная ситуация Вот эти тысячи людей, сотни людей Они кричат и указывают, как вот этим вот 11 играть Нет? Они говорят, куда ты бежишь? Ну как ты бьешь? Ну где у тебя ноги? Как ты паспорт даешь? Ты сюда быстрее, что ты так? Те люди, которые, может быть, сами уже в футбол не играли 20 лет У которых может быть там такой живот впереди, что они даже 100 метров не пробежат И они берут на себя ответственность учить вот этих людей, которые в футболе, наверное, лучшие из лучших, может быть, лучшие в мире И вот я думаю, что вот то же самое происходит, братья и сестры, в современном обществе Как много людей сейчас занимает вот эту позицию Они смотрят на президента, смотрят на мэра, смотрят на губернатора и критикуют И порой те же самые люди, которые, может быть, в своем гараже не могут навести порядок Они говорят мэру, как наводить порядок в городе Те люди, которые, может быть, своего сына воспитать не могут Они говорят, как-то такой человек не может там порядок навести в обществе Те люди, которые со своим бюджетом, с 2000-м, не могут разобраться Они открывают рот, чтобы критиковать президента с его миллиардами, что ему нужно делать Братья и сестры, это нелепо. И это нелепо. Братья и сестры, это не значит, что мы не должны со всем соглашаться. Это не значит. Но это значит, что мы не имеем права злословить. Это значит, что мы не имеем права обзывать, как сделал апостол Павел. Это значит, что мы не имеем права даже критиковать, может быть, смеяться этих людей. Я буквально на этой неделе по интернету смотрел новости, и мне было больно смотреть на этих репортеров, которые критиковали, высмеивали и даже дразнили политиков. Вот точно так же, как порой дети в детском саду, в песочности, друг друга передразнивают, уши строят, нос. Вот то же самое делали эти люди. Братья и сестры, у нас христиан, такого быть не должно. А Петр писал такие слова, 2-е послание, 2-я глава, 10-й стих. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших. Это те люди, которые не уважали начальство, это люди, которые злословили высших. Чуть-чуть попозже, в 17-м стихе. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Братья и сестры, даже если не нравится нам царь, даже если нам не нравится губернатор, даже если нам не нравится мэр, у нас все равно должно быть почтение. Да, мы не должны соглашаться с его, может быть, решениями, мы не должны за него голосовать каждый раз, но честь мы должны отдавать. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Писал апостол Павел Римен. В то время, когда буйствовал нейрон, которого даже люди считают ненормальным, психически нездоровым человеком, который вешал христиан на столбы, зажигал, и между этими горящими столбами он просто прогуливался, он пировал. Страшные вещи делал. В то же самое время апостол Павел призывал почитать царя и не злословить. Знаете, братья и сестры, я помню, как-то раз я слушал одного служителя, он говорит, я удивляюсь тех людей, которые осмеливаются злословить, ругать, критиковать служителей в церкви проповедников. А потом эти же люди удивляются, что их же сами дети не хотят приходить в церковь, не хотят исповедоваться служителям и не хотят слушать проповеди в их же церкви. Когда они своими собственными руками разрушали вторитет этих людей в их жизни. Я верю, братья и сестры, то же самое можно перенести на наше светское общество. Я думаю, своим поведением, своим языком мы должны оказывать честь тем людям, которых Бог поставил во главе, честь, уважение, воздерживаться от того, чтобы обзлословить этих людей, как-то обзывать, высмеивать. И этим самым мы будем показывать пример следующему поколению. Итак, братья и сестры, первое, возможно, нам нужно покаяться. Покаяться, когда мы открывали наши ушла, говорить то, что не должны. Второе, братья и сестры, чем бы я призвал, чтобы мы помолились, это чтобы Бог управлял сердцами этих людей, делать правильное решение. Правильное решение. Писание говорит, сердце царя в руке Господа. Как поток, и вот он направляет. И вот я хочу прочитать еще раз этот отрывок из Тимофея, где конкретно описывается, вот какая наша цель молитвы, о чем мы должны молиться. За царей, за всех начальствующих, дабы нам проводить жизнь. Вот здесь перечисляются четыре вещи, которые зависят от начальства в нашей жизни. Проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Четыре вещи. И вот на каждую из этих вещей, братья и сестры, я хотел бы немножечко остановиться. Что значит тихую жизнь? Молиться за правителей, чтобы нам проводить тихую жизнь. По-английски написано peaceful. Peaceful или мирно. То есть мы должны молиться за наших начальств, за наших правителей, чтобы у нас не было войны. Просто проще говоря, чтобы не было войны, чтобы жизнь была мирная, было peaceful life. Почему? Потому что начать войну между государствами решают правители. Братья и сестры, я, может быть, нехорошо разбираюсь в истории, но я не помню ни одного истории, чтобы люди просили правителя, давай начнем войну. Обычно, наоборот, правитель, перессорившись с каким-то другой страной, он начинает войну, он заставляет людей идти на войну. Помните, в Америке была в 70-х годах война во Вьетнаме. Правительство решило вторнуться в Вьетнам, помогать те, которые боролись с коммунизмом. Люди в Америке были против. Люди в Америке были против, они устраивали парады, они устраивали вот эти вот протесты. Вплоть до того, что солдаты, которые возвращались с Вьетнама, они никому не говорили, что они служили во Вьетнаме, потому что даже к ним в обществе было очень презрентное отношение. Люди пытались остановить войну, пытались. И в конце концов правительство услышалось, войска были выведены. И вот, братья и сестры, что я хочу сказать, что вот именно правители, именно правители, они принимают решение начать войну. И вот мы должны молиться, чтобы войны не было, чтобы не было войны. Почему, братья и сестры? Потому что война – это несправедливые убитые люди. Мы вот на этой неделе буквально с нашими детьми слушали свидетельства одного человека всей его жизни. И вот маленький кусочек из его жизни, он был в верующей семье, о Боге слышал, но Богу не служил. И вот когда ему было 17 лет, в их местности произошла война. Это я не помню, или это было местно, или это было между странами. Но вот именно за их городом шел фронт. Там стреляли, там взрывали, там убивали. И они, будучи подростками, 17-летними мальчишками, им было любопытно посмотреть на сражение. И вот он говорит, вдвоем с другом они пошли к тому месту, где стреляли. И когда они уже приближались к перестрелке, они услышали звук сирену скорой помощи. Они оглянулись, сзади по улице ехала скорая помощь. Они отошли в сторонку, чтобы она проехала. Они думали, может быть, солдат везут рано их в больницу. Но эта скорая помощь остановилась, и из нее вышли не врачи, а вооруженные люди с другой стороны. И они направили на них автоматы, сказали, залазьте в машину. И когда они залезли в эту скорую помощь, то там уже было, по-моему, человек 15 таких же подростков, как они. Их вывезли за город, поставили возле ямки и направили автоматы. И вот он говорит, вот в тот момент я вспомнил Бога. Я вспомнил Бога, я сказал, Господь, если ты мне сейчас сохранишь жизнь, я тебе ее посвящу, я буду тебе служить. И говорит, когда раздались первые выстрелы, я услышал в своем духе мысль, падай. И он говорит, я упал назад, один из самых первых, и все остальные начали падать за меня. И меня просто завалило этими окровавленными трупами, всех расстреляли, всех убили и уехали. И говорит, ночью, когда уже стемнело, только я вылез из-под этой грубы и пошел домой. Братья и сестры, война – это несправедливо убитые люди. Война, братья и сестры, это стресс, это сорванная психика солдат, которые там участвуют. Знаете, Америка всегда участвовала в войнах, почти всегда они участвовали в каких-то военных операциях. И что интересно, большинство американских солдат погибало, когда они возвращались домой. Когда они приезжали домой, и они видели вот этот контраст, те ужасы войны, которые они увидели в другой стране, то, что они видели здесь, они не могли это совместить в своей голове, и большинство из них заканчивало жизнь самоубийством. Просто расстреливая себя. Я помню, я слушал интервью с одним солдатом из Украины. Он работал наемным солдатом, по-моему, в одной из стран Африки. И он рассказывал ужасы, которые он видел. Он говорит, мы иногда заходили в деревню, где просто были груды мертвых людей, детей, женщин, стариков. Потому что вражеская сторона проходила через эту деревню. И просто так, без всякой причины, они решили расстрелять всех. И он говорит, когда ты видишь вот этих мертвых детей, мертвых стариков, то что-то происходит. И в конце своего интервью он сказал, я не знаю, что такое счастье. Я не знаю, что такое счастье. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть жена, но я несчастный человек, и я не могу представить, что такое счастье. Кто-нибудь объясните мне. После того, что он увидел на войне. Братья и сестры, война – это голод. Моя бабушка рассказывала, что когда она была во время Второй мировой войны, они жили очень скудно, очень скудно. И однажды ей кто-то подарил одну картошнику. И она говорит, я ее положила варить в кастрюлю, и каждые две минуты я ее соскабливала проверять, она сварилась или нет. И когда там проварилась буквально пару-три миллиметриков, я ее соскабливала и скушивала. Она варилась еще две минутки, еще проваривалась, еще несколько миллиметров, я ее соскабливала и скушивала. И прежде чем картошка проварилась до самой середины, я ее уже все съела. Потому что я был настолько голодный, я не могла подождать полчаса, пока картошка сварится. Братья и сестры, это война. Это ужасные вещи. И поэтому Писание нас призывает молиться. Молиться за правителей, чтобы нам проводить жизнь мирную. Мы также должны молиться за правителей, чтобы у нас жизнь была безмятежная, братья и сестры. Мятеж, я понимаю, это когда война происходит внутри страны. Для нас сейчас вот это слово очень знакомое. Когда люди восстают или против правительства, или против других людей, и внутри страны начинается война между людьми. Это тоже страшная вещь, братья и сестры, тоже страшная вещь. Просто как пример, братья и сестры, что такое революция, что такое натяж. Помните, в 1917 году в Советском Союзе, или тогда была царская Россия, поднялись коммунисты, свергли царя, расстреляли царя и установили коммунистическую власть. И, братья и сестры, прежде чем порядок был определен, был очень большой беспорядок. Очень большой беспорядок. Просто как пример, братья и сестры, к чему это приводит? Был такой орган, как вы знаете, НКВД, и там служил один человек. Он, по-моему, из рода был из Чехии, Чех. И вот в это время Бог посылает проповедника по имени Варанаев в Россию. Знаете, из истории он приехал на Украине, он начал проповедовать Божье слово. Началось движение Пятидесятницы на Украине, и многие люди начали каяться. И вот на собрании, на служении Варанаева покаялась жена этого НКВД-сца. И вот просто, братья и сестры, как пример, что происходит, когда происходит мятеж. Этот человек его решил застрелить. Он пришел на собрание Варанаева с пистолетом в своей кожаной куртке, и он ждал конца служения, чтобы когда закончится служение, чтобы по улице пройти за Варанаевым, просто его застрелить. Потому что беспредел, потому что беспорядок. Та же самая НКВД, которая должна наводить порядок, они делали, что они хотели. Стреляли и убивали, как хотели. Но здесь произошло чудо, братья и сестры. Прямо во время проповеди Варанаева одна из же сестер встала и начала громко молиться на иных языках. Варанаев ее не перебил, он ее не посадил, он подождал, дал ей помолиться. Она некоторое время повалилась, села, и служение проповедь продолжилась. И все сидящие думали, что она молилась на иных языках, но она молилась и говорила на чешском языке. И через ее уста к этому НКВД-сту Бог Духом Святым проговорил на языке, который только он понимал. Этот человек поверил в Бога, этот человек покаялся и потом стал одним из помощников Варанаева. Слава Богу. Братья и сестры, мятеж происходит от того, как отреагирует правитель. От того, как реагирует правитель. Братья и сестры, вот на этой неделе была республиканская конвенция, и там выступал президент. Я не слушал, вот только мне рассказывали буквально на маленький кусочек. Он сказал такое замечание. Сказал такое замечание, конечно же, тем самым он хотел похвалить себя, свою партию. Ну, просто в пример. Он сказал, что сейчас в разных городах вспыхивает восстание, вспыхивают мятежи. Люди разбивают окна, люди жгут машины, люди бастуют. И вот он говорит, что это происходит в основном в тех городах, где управляют демократы. Говорит, только один город, где управляют республиканцы, это произошло. То есть, братья и сестры, вспыхивает мятеж. Если правительство республиканцы, оно реагирует по одному. Если правительство демократы, они реагируют по-другому. И вот здесь происходит результат. Вы знаете, братья и сестры, сейчас многие люди выходят на улицы в Белоруссии. Я думаю, вы тоже знаете. Вы знаете, прошли выборы, люди не согласны, люди вышли на улицы. Знаете, милиция начала это пытаться останавливать очень жестоко, очень грубо. И 7 тысяч человек они очень грубым образом затащили в тюрьму. И люди вышли на улицы. Братья и сестры, представьте вот такую ситуацию. Представьте такую ситуацию, если бы президент страны Александр Лукашенко вышел на сцену перед всеми камерами, перед всеми микрофонами, встал на колени, сказал, люди, пожалуйста, простите. Я вот поручил милиционерам навести порядок, но они переусердствовали, перестарались. Мы проверим, кто это натворил, мы их накажем, поуголим, но ведь все будет хорошо. Простите. Как вы думаете, братья и сестры, вот количество людей, которые выходят на улицы каждый день, оно бы упало или увеличилось бы? Сразу же бы упало. Сразу бы упало. Почему я хочу сказать от реакции правителя. Как поступает правитель, или же мятеж разрастается, или же он утихает. И вот, наверное, самый такой яркий пример, братья и сестры, это пример Вараваама. Помните, это был сын Соломона, к нему пришли люди с просьбой уменьшить долги, уменьшить всякую вот это вот ярмо. И помните, как он ответил? Настолько разозлило людей, что они подняли мятеж и 10 колен отсоединилось. Реакция и слова правителя. И поэтому, братья и сестры, мы должны молиться за наших правителей, за наших губернаторов, за наших мэров, за нашего президента, чтобы они принимали правильные решения, чтобы как следствие их решений мятежи утихали. И мятеж устанавливался. Мы должны молиться, братья и сестры, чтобы наша жизнь проходила в благочестии. Я верю в благочестие, это значит, чтобы мы могли свободно служить Господу. Чтобы у нас были законы, которые позволяют нам собираться, молиться, читать Писание и переславлять Господа. В мире живет около двух миллиардов христиан. Двух миллиардов христиан – это самое большое вероучение, самое большое последовательное. Но вы знаете, братья и сестры, что один из восьми, один из восьми христиан проживает в той стране, где он не может свободно поклоняться Господу. Это 260 миллионов христиан. Они не имеют этого благословения, как мы сегодня собраться, молиться и петь Псалом. Один из восьми. Каждый день, братья и сестры, каждый день в мире 11 христиан лишаются жизни за то, что они следуют учению Иисуса Христа. Каждый день в мире убиваются 11 христиан. Чаще всего, братья и сестры, это мусульманские страны. Я помню, один из моих знакомых, родственников, поехал с одним американцем на миссию в Сибирь. Вроде бы Россия. И они плыли на таком катере и остановились по разных деревням, которые находились вдоль этой речки. Он говорит, мы заехали в одну деревню, нас встретил этот начальник и сказал, идемте с нами. Нас, говорит, завели в сарай, пришли люди вооруженные и сказали, мы мусульмане, нам ваша вера не нужна. Если вы сейчас же не уберетесь из нашей деревни, мы прямым примем силу. И он говорит, этот американец решил не рисковать, с ним была молодежь, с ними были другие люди. Он решил не рисковать этой жизнью, он решил идти оттуда и поехать в другую деревню. И они уехали. В Афганистане, братья и сестры, в Иране, в других странах мусульманских льется кровь христиан. Чаще это происходит в коммунистических странах, как Венесуэла, как Северная Корея, как Китай. Я вот недавно слышал случай, братья и сестры, в Северной Корее они применили такую стратегию. Они пришли в школу, и дети маленькие показали, детки, у вас есть такая книжка дома? И дети, у которых родители были христиане, которые читали эту Библию, говорят, да, мой папа читает эту книгу, да. И они записали этих детей, и когда эти дети вернулись домой со школы, их родители уже были в тюрьме. Вот таким простым образом, наивности детей, они вот так у нас находили христиан. Но также, братья и сестры, это происходит и в таких странах, которые должны бы как бы им быть терпимые христиане, как Индия. У нас есть родственники, которые много лет были миссионерами в Индии, и недавно, наверное, рассказывали случаи за молодую семью, которая обратилась в христианство, и через некоторое время их дом сожгли. Их не били, их не убивали, их просто спалили в дом. И они пришли в церковь, потому что не было где-то жить. Но, братья и сестры, это пристеснение христианам приходит даже как бы в развитые страны. Вы знаете, что в Канаде, братья и сестры, есть закон. Закон, запрещающий родителям говорить что-то негативное о мужеложниках, о гомосексуалистах. И если христианин в Канаде своим детям рассказывает, что этот путь, он беззаконный, что он разрушительный, что он приведет человека в погибель, если они увидят, что этот человек делает, они имеют право по закону забрать у него детей. Братья и сестры, мы должны молиться, чтобы Бог благословлял наше правительство, чтобы мы могли проводить жизнь в благочестии, чтобы мы могли поклоняться Богу и проповедовать на любые темы, когда хотим, где хотим, и собираться, и послевлять Господа. Мы также должны молиться о том, чтобы наша жизнь проходила в чистоте. Я вот думал, вот что это значит, что значит в чистоте. Я начал смотреть разные переводы, и вот в английском King James написано, чтобы нам проводить honest life, честную жизнь. И как я понимаю, это местописание, это то, что мы должны молиться, чтобы правительство организовывало жизнь в стране так, чтобы человек мог жить честно. Мы уже привыкли в Америку, мы даже не представляем, но в многих странах, братья и сестры, жить честно почти невозможно или очень трудно. Почему? Потому что настолько устроена бюрократия, настолько устроена жизнь, что везде нужно где-то нарушать закон. А вот может быть вам старшее поколение объяснит, что раньше не было хомдипетов, где можно было купить доску. Доску нужно было где-то выписать или украсть, или попросить, чтобы кто-то украл. Потому что их просто не продавали. Если человек и шел там проходить ДИК, он не мог пройти ДИК, потому что там был жадный человек, который просил у него взятку. Мой дядя однажды рассказал о такой случае. Он ехал на машине по Белоруссии, его остановил полицейский, милиционер. И когда он вышел из машины, спрашивал, что я нарушил, почему меня остановили, тот, не скрываю, ходил вокруг его машины и вслух рассуждал. Ну к чему бы придраться? Или машина грязная, или колеса лысые, ну к чему бы придраться? И он пытался найти какую-то глупость, какую-то мелочь, чтобы потом, угрожая страшным штрафом, получить взятку от моего дяди. И братья и сестры, христиане, вот в России, я слышал проповеди одного проповедника, они до сих пор, братья и сестры, сталкиваются вот с этой проблемой. Когда жить честно, очень тяжело. Пройти ДИК невозможно. Зарегистрировать дом, пройти какую-то инспекцию, потому что строишь дом, невозможно. Просто полицейский останавливает, и вот все пытаются взять взятку, все пытаются натолкнуть на обман, все пытаются натолкнуть на какую-то неправду. И жить честно очень тяжело становится. Братья и сестры, мы должны молиться за наших правителей, чтобы нам проводить жизнь во всяком чистоте, всякой честности. Итак, второе, братья и сестры, второе я сумерюю, что я уже говорил, о чем мы должны молиться, чтобы Бог направлял их сердца принимать решения, устанавливать законы, законы, которые позволят нам жизнь мирную проводить, чтобы не было войны, законы, которые позволят, чтобы не было мятежей, чтобы они говорили к сердцу людей, чтобы они успокаивали, а наоборот, не раздражали людей, чтобы они принимали законы, которые позволят нам поклоняться Господу в благочестии. Законы, которые позволят нам жить просто и чисто, и честно. Ну и последнее, братья и сестры, о чем мы должны молиться, это третья моя мысль, это то, чтобы Бог спас их души. Я прочитаю еще раз этот стих, только я прочитаю еще и четвертый, который следует за этим. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человека, за царей, за всех начальствующих. Дамы нам проводить же стиху безмятежного, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, запятая, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Когда вы молитесь, когда вы молитесь за правителей, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И я верю, что вот здесь, наверное, вот этот намек, намек, чтобы мы молились не только о нашей жизни, чтобы у нас было хорошее, но чтобы Бог спас их души, чтобы Бог обратил и их сердца ко спасению. В Библии мы видим несколько примеров, когда начальствующие люди, они обращались, обращались к Богу. Мы можем вспомнить пример с Новохадоносором. Помните, человека, которого Бог лишил рассудка на несколько лет, и потом, когда он вернулся к своему рассудку, он признал, он признал, что то, что дано им, это не им заработано, не это великий велерон, который он построил, то это было дано им Богом. Мы можем вспомнить пример с Нейманом, который болел страшной, неизлечимой болезнью. И когда он, приехав в Израиль, был исцелен Богом, он начал поклоняться Богу. Мы можем вспомнить пример с проконсулом Сергием, которому проповедовал апостол Павел, при котором другой человек пытался ему противиться, и когда Бог поразил его слепотой через уста апостола Павла, этот человек увидел действие Божьей руки. Братья и сестры, я вот просматривал израильских царей, иудейских царей, и за историю было 20 человек, 20 царей. И 8 из них это были благочестивые люди, 12 из них это были те, которые поклонялись идолам. И я стал считать, сколько средний срок, сколько лет правил нечестивый царь, и сколько в среднем правил благочестивый царь. И братья и сестры, я был удивлен, насколько была большая разница. В среднем нечестивый царь и иудеи царствовал 6 лет. В среднем благочестивый царь и иудеи царствовал 32 года. Братья и сестры, когда человек обращается к Богу, Бог благословляет его царство, Бог благословляет дело его рук, и Его престол стоит твердо. Итак, братья и сестры, мой призыв, чтобы мы сейчас совершили молитву, чтобы мы совершили молитву за начальство. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы вот эту молитву делали не только, когда происходят выборы. Когда выборы, когда выстоит какой-то кандидат, который нам очень-очень-очень не нравится, мы вот ревностно молимся. А когда вот все утихает, все налаживается, мятежи успокаиваются, мы забываем. Братья и сестры, мы не можем позволить этому забыть. Я верю, это молитва, которая должна быть каждодневной. Это молитва, которую мы должны делать регулярно в нашей церкви, молясь и благословляя начальствующих царей и правителей. И сейчас бы хотел призвать нас всех совершить эту молитву. Аминь. Давайте споримся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok